Всем привет! Мы на канале Никита и Богдан, и сегодня мы отдыхаем на заливе с палаткой, с ночевкой. Это Калининградский залив. Рядом находится старинный замок Бальгар, поэтому территория называется Бальгар. Это удивительное место. Продокии говорят, что здесь присутствует особая энергетика. Много веков назад здесь существовала деревянная крепость и поселение древних пруссов. С возвышенности хорошо просматривался залив, и место в этом отношении было удачным. Однако как раз этот факт и сыграл с пруссами злую шутку. Крепость была замечена рыцарями Тептонского ордена. Именно залива. Попытались взять сходы, не получилось. Древнодис через год подготовили более основательно, и после многодневной отсады крепость была захвачена. На дворе был 1239 год. Это было первое поселение рыцарей Тептонского ордена на этой земле. Пруссы, однако, не успокоились и периодически совершали набеги на свою бывшую собственность. Поджигали крепость и всячески пытались насолить захватчиков. Поэтому было решено построить настоящий замок из камня и кирпича. Рыцари завоевали Пруссию. Замок Бальга строился и укреплялся. Местных пруссов-язычников потихоньку уничтожали. Во время Второй мировой войны в округе замка шли жестокие бои, а он сам подвергался целенаправленной бомбежке и арт-окстрелке. Существует много легенд, что в отземельях замка фашисты, отступая, спрятали множество сокровий. Само собой, что это привлекло, что много разнообразного народа, который начал копать все вокруг. Много чего находили. Оружие, утвари, останки. Некоторые подрывались на снарядах. Несмотря на все опасности, интерес к этому месту только растет. На Бальгу входит много легенд. Вот одна из них. Легенды рассказывают о том, что некогда в районе замка существовал священный источник фруссов. Он находился в небольшой долине, с одной которой, по поверью, даже днем можно было увидеть звезды. Между прочим, косвенное подтверждение этому можно найти в самом названии Бальга. Изначально Бальгея. Бальгеями назывались множество ручьев и родников, бывших и здешних методов. По другой версии, так именовали пролив, который когда-то разрезал в районе замка Фришскую, сейчас она Калининградская, в Тосу. Увы, теперь отыскать следы русской святыни Мудренов. Говорят, что лет 10-15 назад удивительный родник запрятали в водопроводные трубы при строительстве одной из ведомственных баз Ордена. Теперь мы вам расскажем немного о самих рыцарях Тевтонского Ордена. Рыцари Тевтонского Ордена носили белые плащи с черными крестами, за что и были прозваны крестоносцами. Рыцарями могли стать только лица дворянского происхождения. Члены Тевтонского Ордена давали традиционные монашеские обеты, целомудрие, чистоты, бедности и послушания. Среди рыцарей всегда поддерживалась суровая дисциплина, особенно во время военных походов. В основе дисциплины стоял страх перед наказанием. Сейчас вы видите валуны, которые имеют отношение непосредственно к замку. Находясь здесь, мерещатся немецкие солдаты. Где-то представляются рыцари, охраняющие подвалы, с тайниками, полными ценностями. Здесь каждый камушек, каждая травинка, каждая песчинка пропитана историей. Ну а сам замок Бальга мы покажем в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok